На телеканале РБК новости Башкортостана мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Доходы крупного и среднего бизнеса в Башкортостане выросли на 14% в прошлом году, а убытки почти удвоились, следует из данных Башкортостанстата. В январе-декабре 2023 года солдированный финансовый результат, то есть прибыль минус убыток крупных и средних организаций без финансовых и госучреждений составил 425 миллиардов рублей. 77% компаний получили прибыль в размере 452 миллиардов. Почти 23% организаций убыток на сумму 27 миллиардов рублей. Доля убыточных компаний выросла с 20% в 2022 году. При этом их потери увеличились с 14 миллиардов до 27 миллиардов рублей. Самый существенный рост доходов отмечается в строительстве. За год прибыли минус убытки компаний в этом секторе выросли на 97%. На втором месте предприятия, которые занимаются транспортировкой и хранением. Их совокупные доходы увеличились на 82%. В сфере здравоохранения и социальных услуг рост составил 69%. Заметное сокращение доходов отмечается в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг почти на 13%. Больше всего убыточных компаний оказалось среди предприятий, которые занимаются управлением жилого фонда. 46% от общего числа. Три федеральных соглашения о защите и поощрении инвестиций заключил Башкортостан на 142 миллиарда рублей. После реализации проектов появится 3 312 рабочих мест. Об этом сообщил замглава регионального Минэкономразвития Марат Исламов на заседании профильного комитета госсобрания. Сейчас ведомство ведет активную работу по части разъяснения данного механизма для заключения соглашения регионального уровня. В Башкортостане отменили требования к минимальному уровню вложений, подтверждению источников финансирования рабочим местам бюджетной эффективности. По сути портфель из 18 документов, из справок, включая громоздкий бизнес-план, расчет бюджетной эффективности, выписки с расчетных депозитных счетов, кредитный договор и различные справки, был заменен на два документа. Это декларация инвестора с приложением презентации проекта. Единственное, что можно отметить, что если еще инвесторам предусматривается возможность, необходимость субсидирования затрат на инфраструктуру, то тут еще дополняет он документы о необходимости создаваемой инфраструктуре для реализации данного проекта. С 2018 года инвесткомитет Башкортостана провел 147 профильных инвестчасов, где рассмотрели проекты на 1 трлн рублей с созданием 85 тысяч рабочих мест. Для координации поиска инвесторов в республике создали Центр привлечения инвестиций. Его работа построена по принципу воронки продаж, то есть идет формирование базы проектов, организация встреч и переговоров, определение вариантов сотрудничества. Механизм привлечения вне бюджетных источников на строительство объектов социального и культурного значения реализуется на принципах ГЧП. На начало 2024 года насчитывалось 64 подобных проекта с объемом инвестиций в 103 млрд рублей. Из них 46 млрд – частные инвестиции. Напомню, по итогам 2023 года в Башкортостане инвестиции в основной капитал превысили 620 млрд рублей, сумма на 7,5% больше, чем в 2022 году. Свыше 81 тысячи человек пересекли воздушную границу страны из Уфимского аэропорта за первые два месяца года. Рост пассажиропотока на таможенном посту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превзошел в полтора раза, сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни. Более 70 тысяч человек путешествовали в страны дальнего зарубежья. 11 тысяч вылетели в государство Евразийского экономического союза. Заметно выросло и количество международных рейсов из столицы республики. В январе и феврале этого года отправилось 608 бортов, из них 110 по маршруту стран ЕАЭС. Повышение активности на таможенном посту аэропорта Уфа связано с появлением в прошлом году новых направлений в Самарканд, Тбилиси, а также увеличением частоты рейсов в Египет, Узбекистан, Турцию, страны Евразийского экономического союза, Армению, Казахстан, Белоруссию, Киргизию. Наиболее частными правонарушениями как в прошлом, так и в текущем году стали факты несоблюдения норм перемещения табачной и алкогольной продукции. Специалисты напомнили, что с таможенными правилами перемещения товаров можно ознакомиться на официальном сайте службы, а также информационных стендах в аэропорту при входе в зону таможенного контроля, либо обратиться за помощью к сотруднику таможни. В Уфе стартовал фестиваль хореографического искусства народов России «Танец душа народа». Первый концерт состоялся на сцене концертного зала «Башкортостан» с участием двух старейших танцевальных коллективов страны. В этот вечер перед зрителями выступили ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова и гости из Москвы. Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Надежды Надеждиной. В прошлом году коллектив отметил 75-летний юбилей. «Березка» является единственным обладателем золотой медали за вклад в укрепление дружбы между народами, присужденный Всемирным советом сторонников мира в 1959 году. То, что проходят вот такие фестивали по всей России, это здорово. Это объединяет людей, это воспитывает толерантность, это помогает узнать людям о культуре и истории народов, которые живут на территории России. У нас многоциональная страна, и народное творчество, оно же такое богатое и могучее, и мудрое, вот как сам народ». Следующий концерт в рамках фестиваля состоится 16 апреля на одной сцене. Вместе с ансамблем Файзи Гаскарова выступит государственный ансамбль танца «Урал» из Челябинска. К строительству Центра прогресса бокса приступят в следующем году. Для спортивного объекта подобрали площадку в парке имени Якутова. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров на расширенном заседании Президиума региональной федерации бокса. По предварительным оценкам, площадь центра составит 12 тысяч квадратных метров. Его планируют построить в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета. Премьер-министр отметил, что предварительные итоги в этом направлении уже сделаны. Мы уже хотим в этом году сделать проект, ну и, соответственно, место оформить и сделать проект для того, чтобы уже на следующий год приступить к строительству. А в этом году, вот как раз во время мероприятий, уже заложить туда капсулу, как бы некое послание, ну, чтобы уже все понимали, где это будет, когда, примерно, какая концепция. Одним из основных вопросов повестки стало проведение вечера профессионального бокса «Ночь чемпионов ABA». Оно состоится 20 апреля в городском дворце спорта. Планируется провести семь боев, из них шесть рейтинговых в разных весовых категориях. Ну и титульный бой, о чем сегодня уже говорили, за звание чемпиона Европы, по версии, значит, примет участие Сумхангулов Артур Уфа и Джеймс Череджи Румыния. Сумхангулов Артур проходит с 27 февраля по 8 апреля подготовку в Австралии. Это прежде всего обмен международным опытом, установление связей в международном профессиональном сообществе. На заседании также обсудили готовность дворца спорта к проведению вечера профессионального бокса. Эти соревнования станут одними из первых в череде масштабных спортивных событий, которые примет в этом году республика, подчеркнул премьер-министр. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.